МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как бы вы вкратце охарактеризовали саму фигуру Сложеницына, и почему стоит посетить этот музей? Сложеницын – это такой человек, который свой след в истории оставил. Об этом нельзя не говорить. Отрицательный, положительный, каждый по-своему это решает. Но это одна из ключевых фигур XX века, во всяком случае, в общественной жизни, в литературе. И его наследие все-таки составляет важную часть. Летят у наследия как России вообще, так и Рязанской области в принципе. И сюда стоит зайти хотя бы для того, чтобы сформировать свое собственное мнение об этом человеке, об этой личности, о его творчестве. И уже затем что-то потом говорить. Потому что как бы там ни было, мы здесь стараемся представить не столько субъективную, сколько объективную оценку произошедшего. Познакомиться с фактами, познакомиться с какими-то моментами, которые нешироко известны. Познакомиться с его творчеством, с процессом, как он через все это проходил, как он через себя все это пропускал. И уже потом, когда ознакомился, когда представил, как же протекала его судьба, как же проходило его творчество, уже затем и делать выводы. Негативно он к нему относится, положительно к нему относится. Вообще никак не относится. Но для этого сначала стоит ознакомиться. Как я правильно понимаю, в музейном центре имени Солженицына каждая комната представляет собой отдельную экспозицию. В какой комнате мы сейчас с вами находимся? Мы находимся в зале, который посвящен рязанским писателям XX столетия. То есть музейный центр имени Солженицына посвящен не только самому Солженицыну, но и, в принципе, большая часть экспозиции отведена под рязанскую литературу как советского периода, так и более раннего времени. В музейном центре есть отдельный зал, который посвящен писателям XIX века. Мы находимся в кабинете, посвященном писателям XX столетия. И отдельно у нас есть часть экспозиции, посвященная вообще литературной жизни города в советское время. Вот этот зал, этот зал предназначен не постоянной экспозицией. Здесь открываются временные выставки, которые посвящены различным писателям вот как раз у XX века, которые либо писали о рязанской земле в советские годы, либо сами выходцы из этих земель, либо их судьба напрямую связана с Рязанью. И о них всех мы здесь и рассказываем. Но все равно большая часть экспозиции посвящена именно Солженицыну. Что это за экспозиции, о чем они рассказывают? Не совсем верно. Большая часть экспозиции посвящена творчеству Солженицына. И очень большую роль в творчестве Солженицына играет, в принципе, рязанская земля. Он сам говорил, что он здесь жил 12 лет, и они были для него самые плодотворными. И экспозиция ставит акцент на рязанцах и на самой Рязани, которые отразились в творчестве Солженицына. Это судьбы рязанцев, по которым прошелась история XX века. 20 век, он, в принципе, один из самых сложных и тяжелых, не только в истории России, но вообще во всем мире. Это и мировые войны, это и революции, это и развал Советского Союза. Солженицын обо всем этом, естественно, писал. И рязанцы, с которыми мы знаем, они оказали на очень сильное влияние. Очень многие стали прототипами его персонажей. И именно об этом мы в первую очередь рассказываем. Как именно Рязань связана с творчеством Солженицына. Где мы с вами сейчас находимся? Мы находимся в зале, который посвящен редакции журнала «Новый мир». Журнал «Новый мир» — это один из столпов советской литературы, особенно в годы Хрущевской оттепели, когда именно здесь проходила вся основная жизнь советской литературы. Журнал «Новый мир» считался одним из главных журналов. Выписывать такой журнал считалось признаком начитности и образованности. Издаваться в таком журнале, что там печатают твои рассказы, это уже признание писателя как талантливого и уважаемого. В этом журнале поднимались очень многие писатели, имена которых сейчас известны не только в России, но и по всему миру. Именно в этом журнале в свое время и был издан первый рассказ Солженицына «О день, день Ивана Денисовича». Тогда Солженицына вообще никто не знал. Знали, что это какой-то там учитель из Рязани, который пишет о политических заключенных. И первые письма, они приходили зачастую даже не на имя Солженицына, потому что вы имени не знали, приходили именно на редакцию журнала «Новый мир». Вот эта голубая обложка журнала «Новый мир», она была известна очень многим и многим. Даже сейчас люди, особенно такого старшего возраста, который хорошо помню еще и плохо, они приходят в зал и знают, такие журналы мы заказывали, такие журналы у нас до сих пор дома есть. Для них это часть жизни. А для молодого поколения нет уже музейной наследия. Также на цокольном этаже мы видели зал, который посвящен цензурированию. Что это за зал, для чего это? Это зал цензуры. В советский период, я опять-таки говорю, тогда еще не было ни интернета, ни медиа в таком современном понимании. И литература считалась одним из главных инструментов формирования правильного гражданина, формирования общественной мысли, идеологии. И, естественно, за литературой всегда жестко следили. То есть вот такого понятия, как свободная литература, в принципе, я думаю, как не существовала, так и не существует. Так или иначе она проходит определенную цензурную проверку. В советское время такая проверка была, скажем, более яркой, более жесткой. И тогда их в основном занимался такой орган, как Главное управление по литературе, Главлит. Его и называют главным органом цензуры в Советском Союзе. И именно этому органу этот зал и посвящен. Он посвящен работе цензоров, как они выверяли, как они вычитывали, как они работали с писателями, как предлагали проводить редакции, что именно нужно было редактировать. То есть отношение к цензорам, вот такое вот общественное, оно обычно негативное. Ну, сидит человек, вымарывает там все, выписывает, это ему не нравится, что ему не нравится. Работа цензора, в принципе, сложный процесс и, скажем так, довольно рискованная работа. Потому что если цензор, например, что-то пропускал, а потом это не нравилось кому-то выше в партии, цензора наказывали точно так же. Потому что это как бы его ошибка, в первую очередь, была. И из-за этого, конечно, были перекосы, что цензору им было проще просто все запретить, чем что-то вот рисковать, пропускать что-нибудь. С этим тоже возникали проблемы. Иногда для того, чтобы работа все-таки увидела свет, приходилось доходить до самых высших чинов коммунистической партии, порой до самого Хрущева, с ним согласовывали. Как, например, тот же один день Ивана Денисовича, только после того, как Хрущев лично его прочитал и одобрил, он был напечатан в журнале. Да, и многие вообще представляют, что такое работа цензора. И здесь мы хотели как бы немножко показать. Насколько сильно подвергались цензуре рассказы и произведения Солженицына? В разные годы по-разному. То есть, скажем так, если брать Хрущев, период Хрущевской оттепели, Солженицын был одним из признанных писателей. Его работы, конечно, проходили цензурную проверку, но печатался он вполне свободно, и его издания вполне свободно попадали на книжной полке. То есть в 60-е годы купить Солженица в любом книжном магазине никакой проблемы не составляло. А вот, например, уже позже, после того, как начали сворачивать критику культа личности, когда критик сталинизма перестал быть такой востребованный, перестал быть таким востребованным и Солженицем, к нему сразу стали иначе относиться, стали сразу иначе относиться к его творчеству. В книге Солженица стало сложнее найти, и потом появляются такие издания, как «Архипелаг ГУЛАГ», который, в принципе, партию не устраивал, не устраивал цензуру. Такую книгу можно было найти только в самоиздате. Это из-под полы, это по секрету передавалось. На книжных полках это найти было, в принципе, невозможно. А есть в музейном центре именно какие-нибудь самоиздатные книги? Есть, конечно. Этому посвящен отдельный зал, потому что, скажем так, самоиздат – это одно из самых ярких явлений советской литературы, которое в мире аналогов практически не имеет. Многие даже не представляют, что такое самоиздат, особенно в современном поколении. И это тоже очень интересно посмотреть, как люди, энтузиасты. Ведь самоиздат – это не только писатели, это не только те, кто писал литературу. Самоиздат – это много энтузиастов, активистов, которые занимались перепечаткой, перефотографированием, распространением запрещенной литературы. И о судьбах этих людей, в отличие от судьб писателей, знают очень немногие. И это тоже мы попытались показать, подемонстрировать, что каждый, кто участвовал в самоиздате, каждый, кто брал в руки самоиздатскую книгу, он так иначе оказался под угрозой. Ну, самоиздат – в принципе, явление уникальное, как и для истории России, так и для истории всего мира. Очень редко где можно встретить подобное. Самоиздат – это издания, произведения, которые не прошли советскую цензуру, которые не устраивали политический курс партии. Но простому человеку было интересно с ним познакомиться. Поэтому сам издат, ну, по самому названию, сам издавался. Это люди сами перепечатывали, перефотографировали эти издания. Это зачастую книжки без какой-либо обложки, потому что их зачастую прятали от чужих взглядов. Но они должны быть броские, неузнаваемые. Как, например, здесь можно увидеть, что ни обложки, ни подписи, ничего нет. Но это самоиздатская перепечатка. Человек сам сидел на машинке, перебивал страницы, со страницей, подшивал, и уже затем она уходила куда-нибудь еще. Этим могли заниматься как на постоянной основе, так и просто из развлечений или наоборот какая-то книга особенно понравилась. То есть сам издат – это не только писатели, это не только произведения. Сам издат – это огромное количество народу, которое занималось издательством, которое как раз перепечатывали, переписывали, распространяли, переносили духа друга, эту литературу. Вот такие вот блеклые издания, за которые, в принципе, можно было вполне угодить за решетку. И сам издат – он существовал практически до самого конца Советского Союза, до тех пор, пока вот эта советская система цензурирования продолжала существовать. Потому что все равно были ограничения, все равно каких-то писателей нельзя было издавать, как того же Солженицына, Ахматову, Хемингуэя, Оруэла. Все это была запрещенная литература. И люди советские знакомились с ней именно вот таким вот сам издатским путем. То есть, я говорю, опять-таки, зачастую приходят люди старшего поколения, они говорят, о, а у нас такие книжки были, а я вот эти занимался. К нам приходили один из армянской делегаций. Среди делегатов оказался человек, который активно занимался сам издатом в Советский год. И он, в принципе, стоял вот здесь, мне и рассказывал, как они перепечатывали это дело, как они прятали, как он в подполе под половицами эти книги хранил. То есть, вот это вот часть литературы, часть истории. И как бы мы к ней не относились, это было на самом деле, об этом следует помнить и об этом следует рассказывать. Да, но это простая книга, без обложки, без подписи, зачастую очень плохого качества. Газетная бумага зачастую, это криво напечатанные, криво перефотографированные страницы. Задача была не то, чтобы, ну, не на продаже эти книги были. Они распространялись людьми именно из энтузиазма, из желания поделиться вот этими произведениями. Тем более, в таких работах зачастую поднимались темы, которые нигде больше нельзя было найти в советской литературе. Это были запрещенные темы. Проблемы режимов, проблемы политики, проблемы человеческого отношения. Потому что цензорам в советское время зачастую не была важна художественная значимость произведения. Для них очень единственное значение имело только идеологическое составляющее. А вот в таких вот бесцветных обложках, в первую очередь, ценилась именно художественная ценность. И люди вот за эту художественную ценность, за это вот прикосновение к большой, к высокой литературе, готовы бы рисковать собственной жизнью, судьбой. Экспозиционные залы перестраиваются, переформируются сами выставки или каждый зал остается нетронутым? Выставочные залы работают. То есть одна выставка сменяет другую. Основная часть экспозиции – это основная экспозиция. Она, по большей части, остается неизменна. Потому что она была согласована, и она представляет собой законченную работу, и вмешивалась в настоящий момент в нее. И это нарушает общее восприятие экспозиции, которая была задумана дизайнером. Поэтому сейчас в основном она остается неизменной. Музейный центр имени Солженицына работает уже около года. В августе было открытие, если не ошибаюсь. Если подвести итог, как музейный центр отработал этот год? Ну, итог, конечно, успешный. Я могу назвать успешным, потому что, собственно, открытие всегда вещь непростая. Даже при всех разумиях непонятно, как люди, в принципе, воспримут музей. Была, конечно, критика музея. Здесь нельзя об этом не говорить. Но сам музей открывался по инициативе рязанской общественности. Он уже был востребованный. И сюда приходили самые разные люди. Это и школьники, и студенты, и организованные экскурсии из других городов. К нам специально приезжали люди и из Санкт-Петербурга, и из Москвы, и из более далеких городов. Приходили те, кто действительно интересуется, занимается творчеством Солженицына. Приходили люди, которые изначально негативно к нему настроены. Приходили люди, которые, в принципе, интересно познакомиться с этим человеком. И здесь можно сказать, что каждый находил здесь что-то для себя. Каждый уходил под каким-то своим впечатлением и делал для себя определенные выводы. Походили на базе музея и мероприятия. Сюда приезжали и театральные группы ставили здесь постановки. Здесь проходили и конференции научные, и собрания музейных работников. То есть музей работает активно, но, как говорится, как бы хорошо ни работалось, хотелось бы, чтобы было лучше. Мы к этому еще и стремимся. Кирилл, спасибо большое, что стали сегодня участниками нашей программы, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова